Отец, Он ищет Себя поклонников. И эти поклонники, они должны поклоняться в Духе и в Истине. И Он два раза это повторяет, в Духе и в Истине. Мы еще коснемся этого момента. Но, как я уже сказал, я сегодня хочу говорить о хвале, о поклонении, о прославлении, как угодно можно это называть. Но суть как бы в том, о чем мы будем сегодня говорить, мы будем говорить о поклонении. Потому что поклонение, ну, это не просто медленные песни, можно так сказать. Потому что некоторые, вот если спросить, что такое поклонение, то это когда-нибудь медленные песни. Но суть немного не в этом. Поклонение это образ жизни человека, христианина. Это состояние твоего сердца и так далее. Потому что многие люди, они сегодня где-то вот в тумане, когда речь заходит о хвале, о поклонении. Они как бы совсем не понимают, о чем речь. Они, как я уже сказал, думают, что это медленные песни. Но я хотел бы, чтобы сегодня этот туман рассеялся, если он есть. И чтобы мы четко понимали для себя, что это такое. Что такое поклонение? Что значит быть поклонником, которые поклоняются в духе Иисуса? Что от нас ожидает Господь? Потому что Он ищет поклонников. И как попасть в эту категорию людей, которых ищет Бог? Как соответствовать тому, вот кого Бог ищет? Чтобы Он нас реально нашел как поклонников. Как Он нас найдет, если мы с вами не имеем четкого понимания, что это такое? Как мы можем научить людей поклонению, если мы сами этому не научим? Как мы можем ожидать, что люди будут поклонниками в церкви, если не вовлекать их в волу и поклонники? Как мы можем пережить Бога в нашей церкви, если Его присутствие не приходит? И как мы можем ожидать тогда действия Его силы в нашей жизни, если Его сила не действует? Спасибо. Спасибо.